Всем привет! Это видео о том, как сбросить Windows 10, если система не загружается. Иногда по различным причинам системные файлы повреждаются, и операционная система перестает работать. Для того, чтобы сбросить ее, вам нужно создать диск восстановления. Вы можете сделать это заранее на вашем компьютере, или, если это уже невозможно, на другом ПК, соблюдая разрядность системы. Также можно использовать установочный диск или флешку с Windows 10, если таковые у вас есть. Для того, чтобы создать диск восстановления, заходим в панель управления, ищем пункт восстановления, и нажимаем создание диска восстановления. В следующем окне вы можете отметить или убрать пункт выполнить резервное копирование системных файлов на диск восстановления. Для этого потребуется значительно больше места на флешке, до 8 ГБ, зато будет намного проще сбросить Windows 10 в исходное состояние, даже если встроенный образ восстановления был поврежден, и требует ставить диск с отсутствующими файлами, так как необходимые файлы будут находиться на накопителе. Нажимаем кнопку «Далее», и в следующем окне выбираем подключенную флешку, на которую будет создан диск восстановления. Все данные с нее будут удалены в процессе. Нажмите кнопку «Далее», и дождитесь, когда создание диска восстановления будет завершено. Также вы можете использовать данную флешку для записи личных файлов и документов, но без влияния на данные диска восстановления. Теперь вы можете сбросить вашу систему, даже если Windows 10 не загружается. Для этого включите компьютер и зайдите в BIOS или UEFI, клавиша Delete для большинства ПК и клавиша F2 для большинства ноутбуков, и поставьте загрузку с USB накопителя. В моем случае это EFI USB Device. Нажимаем Enter и ожидаем загрузку с диска восстановления. Убираем язык «Русский», раскладка клавиатуры «Русская», нажимаем «Поиск и устранение неисправностей», вернуть компьютер в исходное состояние. В следующем окне вы можете сохранить или удалить ваши файлы, при этом программы будут удалены в любом случае. Например, выбираем «Сохранить мои файлы» и «Целевая система Windows 10». После выбора целевой системы начнется процесс сброса Windows 10. Всем спасибо за внимание. Удачи!